всем привет меня зовут владимир ванин основатель и руководитель лейбла вау vision сегодня видео будет очень простая мысль заключается она в следующем что если очень много людей стремятся куда-то в одну точку то скорее всего вам туда не надо и не надо и неразумно и в общем что я имею ввиду под этим касаемо музыки артисты и сочувствующие музыкальной индустрии я думаю примерно плюс-минус вы понимаете ситуацию что к чему особенно молодые артисты вы ну конечно и молодые немолодые на самом деле все хотят зарабатывать хотят быть успешными признания чтобы их слушали чтобы были стриминги чтобы были топ-чарты аудитория и так далее так далее и начиная карьеру там в девятнадцатом году в двадцатом вот в текущем 21 что мы видим да мы видим рэп трэп дрилл в поп-музыке это что называется кальян мотивы восточные ну в общем все что мы слышим в чартах плюс сила тик тока это какие-то мемные треки мемные релизы которые в целом не имеют музыкальной ценности но тем не менее они актуальны они в тему поэтому залетают и слушаются и зачастую наиболее успешные треки выходят не у музыкантов не у артистов а у блогеров медийных персон и так далее ну потому что так уж все работает это не хорошо не плохо просто факт и начинающие ребята они видят это и естественно они видят что заходит что залетают ну так сказать глупых людей очень мало и плюс-минус все стараются делать то что заходит с целью получить успех но на данный момент мои наблюдения я вижу что критическая масса уже достигла своей отметки и даже перевалило через краешек что сейчас уже всем понятно что сейчас в трендах что сейчас заходит и все то есть очень большое количество людей начинают это делать кто-то менее талантливы кто-то более и в итоге очень сильно возрастает конкуренция и среди этих конкурентов есть действительно работоспособные есть заряженные ресурсами есть в том числе и талантливые ребята и все хотят сделать плюс-минус одно и то же чтобы это было лучше чем у остальных то есть очень высокая конкуренция и в последнее время она с очень ну так сказать конкурентно способными персонажами и если вы только начинаете свой путь если у вас нет каких-то ярко выраженных скиллов что называется если у вас нет ресурсов если у вас нет знакомств в сми которые могут вас поддержать ну в общем то что называется какого-либо ресурса то ваша конкурентно способность она очень мало очень мало даже если вы активно развиваете с мой любимый тик ток то что я советую всем делать все равно уже на данном этапе вырисовываются ребята которые начали развивать тик ток чуть раньше чем вы и они уже гораздо дальше чем вы и ближе к общей цели поэтому что я говорю это такая подводка была я говорю о том что не надо лезть что называется может кто-то слышал в красный океан если раньше там кто-то не знал про чарты кто-то не знал про стриминги а те кто знали имели возможность взять это без большой конкуренции без большого сопротивления то сейчас плюс-минус все в курсе и пытаясь играть вот на этом поле где всем понятно цель всем понятно награда и туда приходят очень что называется качественные профессиональные игроки ребята если вы не пользуетесь какой-то сильной поддержкой если у вас нет ресурсов то чуваки не имеет смысла тратить свое время вас вы со своими треками никогда никуда не попадете разве что вам повезет типа как ребятам с этим треком которые уже немножечко подзабыли все я взлетаю как ракета ну поняли о чем я рассчитывать что у вас друг будет такой же что вы там у себя где-то запишите трек и он залетит на первые места в теории да такой шанс есть прецеденты были но это шанс такой же как выиграть в лотерею вы с таким же успехом можете покупать лотерейные билеты и рассчитывать что вам повезет и вы выиграете возможно ли выиграть да возможно выиграете ли вы ваши шансы чуть больше нуля вот очень близко к нулю поэтому не надо лезть вот эту общую мясорубку и пытаться в 2021 году выстроить со своим рэпом если но я так понимаю у меня большая часть аудитории на как раз рэперы или ребята которым это интересно поэтому говорю для вас но в целом это распространяется на абсолютно все жанры да и на любые занятия в принципе в двадцать первом году уже такое заселье рэпа уже столько этих стилей персонажей кто-то что только не делает вы уже даже набьете все татуировки на лице никому не удивите никого этим то есть вы должны придумать либо что-то супер экстраординарное но я даже не знаю что это должно быть других вариантов у вас нет уже ну то есть опять же можете попытаться потешить себя надежды на то что вы выиграете в лотерею все уже внимание максимально в этой сфере очень много игроков ну в общем уже повторяюсь вы поняли меня мой совет вам не лезть в это ищите другие ну что называется сферы направления в музыке на которые пока никто не смотрит где пока нет большого количества конкурентов но где есть аудитория есть хотя бы потенциальная аудитория начинайте думать об этом искать эти направления и работать над ними потому что через год через два когда на эти направления будет обращено внимание вы уже будет будете там вы уже будете теми самыми первыми ребятами которые в самом начале пришли и на свободном поле собрали все призы и набрали свою аудиторию подписчиков и там условной уважение условно уважение да на этом поле вот такая мысль такая мысль ищите возможно это в том же самом рэпе хип-хопе есть какие-то отдельные направления которых пока никто не говорит но опять же если последние года был трэп сейчас это плавно сместилось на drill является ли drill вот этим тем самым не конкурентным полем это безусловно ну какое-то относительно новое звучание но я бы не сказал что это то самое поле где нет конкурентов то есть это да кое-что новенькое но как бы не то о чем я говорю сейчас я хочу чтобы вы поняли чтобы вы подумали да надо искать что-то новенькое сделаю-ка я не drill а не знаю какой-нибудь не юкей а джорман drill и это будет новое поле нет это не будет новое поле это будет слегка отличающиеся от того что уже есть это не новое поле то есть это не то о чем я говорю нужно что-то кардинально другое кардинально другое отличающиеся чего либо не было либо что уже есть но туда не смотрят вот такая мысль лично моя рекомендация как вашего онлайн менеджера заключается в том чтобы не пытаться повторить успех ребят которые уже ну достигли каких-то определенных вершин в жанре в котором вам интересен понимаете да не надо я бы я бы не советовал вам пытаться стать популярными в дриле в трепе и так далее потому что ну все там уже настолько все что называется занято и там и настолько много людей туда стремятся что ну серьезно ваши шансы очень малы вам придется показывать неимоверный уровень таланта если он у вас есть ждем от лица слушателей говорю если у вас нет этого то ваши шансы практически нулевые вот думайте смотрите я соответственно как вам советую так и делаю я думаю вы уже поняли как что я говорю но на самом деле то что происходит в моей голове и сам я сейчас если вы читали мой последний пост в инстаграме кстати подписывайтесь в инстаграм ну тут будет и сайт вау vision точка ком заходите на сайт читайте условия заказывайте нашу дистрибуцию это ну считайте что это принуждение обязательно это делаете вот если вы читали мой последний пост в инстаграме то я и сам хочу немного выйти из этого красного океана под названием и переключить свой фокус не полностью но хотя бы частично в сферу классической музыки потому что как я вам говорил почему это так почему я делаю такой выбор потому что там есть аудитория туда не сильно большое внимание сейчас но тем не менее там есть свои слушатели там есть свои артисты там есть аудитория которая платит гораздо больше чем ну рэперы условно вот будет ли правильная моя гипотеза правильно ли это направление посмотрим посмотрим но как и всегда любое действие это риск если получится кафе если не получится будем искать еще поэтому обязательно желайте мне удачи вау vision точка ком покупайте дистрибуцию надеюсь что это видео было вам интересно и натолкнуло вас на мысли как обычно все мои видео они не про то чтобы научить вас жить я не знаю сказать правильные ответы а просто мысли мои которые призваны зародить какие-то вопросы в вашей голове посмотреть может быть по другим углом если вы не думали то о чем я говорю короче все всем пока всем спасибо до скорых встреч лайк дизлайки ну может тоже спасали на самом деле делайте что хотите главное актив делать актив пожалуйста все всем спасибо всем пока дизлайки и и и и